Здарова, меня зовут Дигл, спасибо Булату Завгарову Хаесу и Завгару Булатову за поддержку на Патреоне. Что-то мы с тобой в последнее время часто слышимся, надеюсь ты от меня еще не успел устать, ну а сегодня мы поговорим про Черноспермия. В последнее время он принимает активное участие в новых главах, однако выглядит все как будто он просто тракит кучу сил, не добиваясь абсолютно ничего. Особенно учитывая, что вот этот вот Урмон легко натворил в последней главе. Но насколько он силен на самом деле и чем вообще занимается в данный момент, давай разберемся. Во-первых, ЧС очень сильный, даже без трансформации в мульти или златоформы, как бы это ни выглядело в данный момент времени. В нем 13 триллионов клеток, по крайней мере по вебке, так что он может мутить вот такого вот рода атаки, без особых для себя потерь, по крайней мере в манге. То, что он не добивается особых результатов, скорее показывает нам не насколько он слабый, а насколько герои С-класса сильные. И все же здесь все не просто так, у него есть план. Если хотя бы один клон пролезет сквозь защиту, он может моментально переместить огромную часть массы туда, как уже делал несколько раз, вылезая из ниоткуда с огромной силой, например, вот тут вот с Геннессом. Конечно, это не работает против кого-то типа Темноблеска, но там Атомному Самураю или Бенгу можно вполне себе влепить, если получится. К тому же, герои постепенно выматываются, безостановочно защищаясь, что идет на руку условно бесконечным силам ЧСа. И как я уже сказал ранее, ему достаточно всего лишь одной ошибки для того, чтобы влететь полной силой. Грубо говоря, он распространяет свое влияние по всему полю боя и выжидает момента для атаки. Скорее всего, до этого все его противники не могли противостоять таким чисто огромным количеством. И все же сейчас ему приходится идти на такие более крайние меры. Так что каждый его клон очень слабый сам по себе. Он поделил их уже несколько раз, уменьшая силу каждого по отдельности, да может быть Тигриного или Волчьего уровня. Но смысл-то просто в том, чтобы найти уязвимость и атаковать, а не в том, чтобы каждый отдельный представлял какую-то угрозу особую. Это я к тому, что кто-то там скилил атаки Пружинищего Уса, пробив его демонических уровней и так далее. Хотя Пружинищий Ус может пробивать демона, но Черноспермия здесь все-таки не демонического уровня. Клоунов создает, а более таких слабеньких. Ну и также, во-вторых, ЧС пытается завалить героев массой, потому что так безопаснее для него. Объединяться в формы означает, что если эту форму победят, он потеряет всех клонов сразу, в то время как масса помирает по одному. А всяким челикам типа Бенго или Атомного Самурая разобраться даже с довольно сильными клонами не представляло бы особой проблемы, поэтому ну а зачем? С другой стороны, поскольку в его противниках, по крайней мере был раньше Темноблеск, у него не особо все получалось. Скорее всего, скоро ему придется объединяться в мультиформу, потому что фюрер там что-то совсем уже бесноваться начал. Может быть именно мультиспермий прикончить нашего урмончика, поскольку сейчас непонятно, кто его побеждать будет. Хотя в любом случае, нам стоит ожидать мультиформу уже достаточно скоро, я думаю. В общем, как бы оно ни выглядело, Черноспермий является сильным сам по себе и может стать еще сильнее, трансформируясь в другие формы. И его не зря считают сильнейшим монстром после Орочи, несмотря на то, что по показанному он смотрится слабее какого-нибудь фюрера, допустим. А вот я бы хотел поблагодарить за поддержку на патреоне Александра Миссюка Паркура, Сергея Фина, Ануар Актере и Караула 1. Всем патронам поменьше и спонсорам благодарочка большая за поддержку также на патреоне меньше или спонсоркой на ютубе. А ты можешь вступить в их ряды по ссылке в описании или нажав на синюю кнопку спонсорки рядом с подпиской. Овещал для тебя Дигл. Пока. Субтитры подогнал «Симон»